всем доброго вечерка продолжение прошлой темы о том как у нас в россии как у нас во франции и в чем плюсы и минусы хотел еще сказать что вот основной минус тоже в россии это в том что здесь очень сильно все-таки смотрят ящики и в каждой семье ну в каждой семье согласитесь есть ящички прямо вот в каждом чуть ли не в туалете каждой комнате и вот ребеночек у меня сейчас завис на этом деле мне пришлось даже декодер просто спрятать потому что вечером но это бесконечный просмотр а получается так что реклама у нас тоже в российском телевидении в общем 15 15 разных роликов идет рекламы прежде чем начнется снова сюжет продолжения с эти 15 также еще минус неотъемлемый то что люди как пили в россии так и пьют но я не хочу сказать что во франции не пьют сюда там прям за руль даже садятся под это дело под шофе потому что франция сами понимаете вина шампанское там то все в общем тоже закладывают за воротник но во франции по крайней мере нет вот этих вот прям вот синих синих синяков и вот таких граждан которые стоят не очень приличного вида на лавочках до разложились там стаканчики пластиковые там какие-то питейные напитки и стоят на лавочке пьют вот такого как бы во франции я не видел по крайней мере чтобы где-то в парках люди так вот пили в основном это происходит за едой за столом какой-то компании либо в семье а ну либо может быть они сидят в одиночку клюкают но как-то все очень культурненько и приличненько здесь же на каждом шагу ты встретишь синяка вот прям такого вот мы сейчас гуляли ходили с дашей ходили гулять в наши такие вот дачи так скажем у нас есть высотки а есть еще дачи где где я раньше тоже жила там на этих улицах и мы ходили гулять на что очень красивенько миленько и смотрим издалека еще видно навстречу нам идет просто такой синий синяк такой алкаш с велосипедом он просто шел вот так вот из стороны в сторону его мотала поравнялся с нами и спросил у нас как пройти к станции к станции ему конечно пилить и пилить было наверное может быть километр три но он шел совершенно противоположную сторону и потом начну показать направления и пошли дальше и когда я оглянулась в следующий раз я увидела что он просто его мотанула просто в другие кусты уже и он там по моему лег даже с этим велосипедом лег полежать но я думаю что ему нужно отлежаться потому что уж очень сильно подвыпивший просто очень а еще один минус есть уж не обижайтесь если кто-то меня из подписчиков смотрит других национальностей но на самом деле очень очень и очень много стало приезжих и многие из них из этих приезжих не очень хорошо себя ведут буквально вчера видела в новостях как несколько человек и даже ролик такой ходит несколько человек приезжих мужчин скажем так кавказской наружности избили пацана в метро и причем на кадрах видно что они его бьют просто ногами по лицу разбили ему в общем все что было на лице и в том числе и вот лицевую кость и потом было репортаж из больницы точно в таком вообще жутком состоянии черное лицо все перекошенное завязано опять же то же самое во франции с мигрантами слушайте ну в зависимости от региона наверное в некоторых регионах их слишком много в некоторых их мало в некоторых вообще совсем мало и так далее вот смотрите что я нашла например если забить мигранты в россии преступления да то получается иностранными гражданами лицами без гражданства на российской федерации совершено 24,7 тысяч преступлений что на 5,9 процентов больше чем за 8 месяцев 2020 года то есть больше увеличились на 5 процентов в том числе и гражданами государства участников снг снг 19,2000 преступлений удельный вес тут короче что-то 77,8 процентов удельный вес преступления очень трудно мигранты в россии стали чаще совершать преступления ну я например не рискну сейчас пройтись где-то вечером на дна вот так даже по нашему поселку ну и не рискну оставлять открытой дверь здесь тогда как во франции я уже говорил об этом много раз я забывал вообще закрыть дверь в доме и не одну и дверь и окно и все остальное и как бы ездила за продуктами или просто дениса в школу отвезти еще куда-то возвращался все было в порядке опять же есть мигранты которые приехали на работу до легально есть мигранты которые как бы нелегально даже здесь находится и вот говорят о том что вот эти вот прокатившиеся по россии массовые драки которых в основном участвовали иностранцы вновь пробудили экспертов и обычных граждан возобновить дискуссию о плюсах и минусах миграции плюсы миграции в том что это типа иностранная рабочая сила для поддержки экономического роста тра-та-та но не знаю я посмотрела на их лица даже в тех же бургер кингах вот там уборщики там или какая-то какой-то персонал и я не увидела добрых глаз какие-то злые злющие глаза и мне кажется они не очень так нас любят вот и на самом деле не только мигранты любой человек находясь на такой вот профессии как уборщики например там дворники какие-то вот такие простые профессии да дашь откроешь а дашь можешь открыть может мама может денис эти пошли попросить просто нет я не отойди пожалуйста подавим телевизор в смысле я поставлю телевизор блока зажала не дам тебе сейчас нужно сделать одну вещь которая называется собрать портфель на завтра ну просто вот но не рассказывайте мне что такие профессии как дворник уборщик уборщица там гардеробщик просто но это профессии которые подразумевает под собой любовь к людям я думаю так не от хорошей жизни люди туда пошли а еще хуже представьте человек приехала с другой страны ну вот я про мигрантов как у которого там не все было хорошо как бы и он приехал именно зарабатывать деньги и вот у него не получается он видит перед собой что мимо него ездят на хороших машинах там какие-то местные жители до подмосковья там или московская или москвы на хороших машинах в хорошей одежде так состоятельные люди которые ну заработали себе больше до чем чем он даже может мечтать и конечно у таких людей мне кажется у них не не очень доброе отношение к местным жителям точно так же как и во франции собственно говоря такая некая зависти хотя во франции к мигрантам как бы относятся очень лояльно и предоставляет им массу всяческих благ в виде денег даже и как бы нормальной жизни и жилье и все такое налоги и поборы как в одной так и в другой стране пенсии маленькие в россии да но очень много льгот всяких разных для пенсионеров особенно для пенсионеров москвы до проезд бесплатный не знаю по моему московской области тоже поездки в разные курорты дачные участки какие-то вот я слышала что с января по моему или декабря даже уже выплаты по 15 тысяч рублей но это конечно маленькие выплаты такие но все равно приятненько пенсии маленькие да согласна во франции в зависимости от того сколько ты проработала где ты работал тоже исчисляются и там есть вообще минимум минимум на старость вот например если я буду на пенсии когда у меня как бы я вообще ничего не заработала в этой жизни то есть у меня нету стажа не во франции соответственно потому что франция приехал уже была в возрасте 30 с чем-то лет то есть ну я не работал так много во франции чтобы заработать себе на пенсию даже на минимальную то же самое в россии как бы я посмотрела по пенсионному фонду мне не хватает до минимальной пенсии доработать что-то там шесть месяцев по моему спрашивается в задаче что же я сижу уже надо было куда-то оформиться и доработать эти шесть месяцев и еще плюс что я вычитала оказывается если мне не хватит какого-то времени до минимальной пенсии то значит мой срок пенсионный отодвинется и мне дадут как бы шанс заработать на минималку то есть ну на пенсию я не уйду в тот срок который мне как бы положен я уйду позже ну и не факт еще заработаю я на нее нет но тоже видимо сделают вот этот минимум для жизни для для того чтобы дожить эту жизнь как-то так и понимая что на пенсию особо ты не протянешь люди здесь в россии и во франции тоже стараются до последнего держаться как-то работать либо открывать свои бизнесы что мы еще с вами не обсудили налоговые то ну как и в одной стране поборы так и в другой стране поборы просто поборы со всех пенсионеров в том числе я не знаю здесь в россии вот кстати в россии платят ли налоги пенсионеры во франции платят потому что у них тоже считается этот доходом вот это их пенсии все что они там получают и плюс еще если у них есть недвижимость или какие-то накопительные счета там и так далее это все откладывается это все нужно декларировать и с этого они платят налоги приходят налоговый пласть налоги ну как бы на недвижимость соответственно тоже налоги все такое здесь еще в россии также есть транспортный налог да вот во франции нет транспортного налога мы там платим лишь страховку в общем и в той и в другой стране есть свои плюсы есть свои минусы на сегодняшний день я не готова сказать где в какой стране лучше жить я не могу этого сказать меня тянет безумно сейчас туда ну потому что там пошире как бы жилье да и все такое свое родное и плюс еще у меня твое хобби и моя жизнь вообще вот это сажание огороды вот эти вот цветы вокруг дома и в доме все растения это в основном вот этот это моя моя любовь просто ну и соответственно дом который я весь вылезала вычухала и сделала ремонт и еще там не доделала и много всякого там то что нужно доделывать вот эти все интересы как бы всякие разные идеи как бы это мое пространство такое любимое тогда как здесь я понимаю что это как бы тоже родной здесь квартира моей родной мамы да но это все равно это не мое это не моя стезя еще во франции очень трудно найти какого-то хорошего мастера допустим тех же самых косметических процедур либо какую-то по стригушку такую которая прям вот очень хорошо стрижет очень трудно найти есть ты находишь что обычно там очень большая долгая запись либо либо очень дорого ты не будешь часто ходить как-то так здесь же больший выбор так скажем еще один минус в россии я заметила что здесь очень небрежно и нерационально относится к деньгам то есть небережно небрежно очень как-то тратит швыряют направо и налево ну как бы еще типа заработаем ну не стараются там что-то себе возместить если что-то не так как бы пошел какой-то сервис неудачный там а ничего страшного ну как-то не стараются не обращать на это внимание там все побежали дальше еще больше заработали какие-то как-то как легкие деньги что ли получается то есть народ не очень ну по крайней мере то что я вижу мое окружение не очень рационально относится не очень бережно тогда как во франции считают тоже каждую копеечку и стараются как-то расходы расходовать очень аккуратно деньги и стараются там вообще особо сильно не размахнешься да тоже потому что люди все половина в кредитах половина в каких-то выплатах идеях и так далее вообще там ну кто живет на минимуме понимает что минимум это хватает только на минимум и нужно его правильно распределить и что у тебя не будет другой возможности еще как бы больше заработать а если она будет начать придется платить больше налогов там и так далее вот это я говорю про середнячков так скажем ну средний заработок так скажем а если уж совсем минимум то соответственно совсем считают прямо аккуратненько ну то есть такого нет что типа пойти кинуть где-то деньги лишние очень как-то аккуратно ну и как я уже говорил да здесь траты просто неимоверный потому что везде натыка на этих магазинчиков и каждый раз идешь и вроде бы это и это надо и вот это все в кучу там еще тебя плюс обвесили и общем в итоге получаются крупненькие суммы тут просто так вот пойти просто один поход в магазин да он как бы ну меньше тысячи полторы не получается и причем это будет у вас типа несколько йогуртов хлеб это масло самое необходимое такое небольшие такие наборчики а мясе я уже не говорю то есть получается деньги летят просто со страшной скоростью нужно быть очень аккуратными у меня сегодня например я послала денису за хлебушком просто за хлебом сходить но так как не было других денег дала 50 500 рублей в итоге мне задачу принесли 50 но он там еще купил конечно к чаю ну там в упаковках там всякого ну две штуки считайте курабье и пряники и очень короче 50 50 рублей сдача но вообще то есть полтыщи полтыщи вот за хлеб приколочи просто нет там все правильно потом посмотрели посчитали как бы он хлеб такое купил и бородинский и там другой еще то есть и вот эти вот печенье которые он купил как бы все вместе получилась эта сумма но каждый раз вот каждый раз просто идешь и у тебя вылетает 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 деньги все все платно все медицина платно потому что бесплатно нифига там никого нет вечно и по крайней мере я не видел что существует где-то там бесплатные стоматологии допустим либо бесплатные оптики как во франции например ты имеешь право раз в год себе сделать очки бесплатно плюс что там еще ну если у вас нормально там выплатить ежемесячно вот это вот дополнение к страховке к вашей то можете сделать и подороже себе очки и сделать даже какие-то работы зубные такие протезирования то есть оплаченные но в основном все зубные врачи бесплатно тоже во франции но такие обычные процедуры либо пломбирование либо там коронки но вот если вам что-то уже покрупнее нужно сделать то с помощью вашей страховки вы можете заплатить не очень большую сумму как бы есть такие возможности единственное что запись к врачам например ну к стоматологу стоматологу то побыстрее а вот к офтальмологом как бы полгода нужно ждать чтобы попасть по крайней мере вот в нашей там провинции так было сейчас вообще трудно очень сказать и по поводу медицины и по поводу вообще всего что творится где лучше где проще а где нет это очень трудно сказать и очень трудно понять то что мы сами не знаю вообще к чему это все придет и идет и где в какой стране что будет поэтому на сегодняшний момент вопрос о переезде допустим и о жизни в россии да я не рассматриваю абсолютно потому что я понимаю что что ничего не понятно мне не очень нравится какими поставили стекла какие-то толстые всего лишь два с половиной где-то два или два с половиной плюс я наверное буду менять эти стекла поедут завтра туда доеду и поменяю потому что еще у меня такая фигня тут получается что я когда смотрю прямо как бы я вижу нормально стоит мне вот так вот чуть голову повернуть меня получается ромб такой из телефона и вообще текст тоже весь вот так же расплывается то есть какие-то не очень линзы но стекла вот эти и в заключении как бы резюме что где что до в какой стране что природа и во франции и в россии по-своему красиво в обоих странах свой есть шарм какой-то да и да то же самое как бы гастрономия и во франции в россии есть свои какие-то вкусняшки социальная жизнь в россии на сегодняшний момент лучше соответственно все походы и куда-либо там выходы и больше разнообразнее просим дальше если говорить о том вот те люди которые любят чтобы их наоборот оставили в покое да что спокойно жить чтобы к тебе никто не приставал и как бы поменьше народу было то это лучше тогда во франции потому что там если вы где-то живете в маленьком городе в каком-то или в деревне то там ау будете кричать народа не увидите если вы устали вот от мегаполиса от большого количества людей и наоборот если вам стало скучно на всех этих локдаунах и в европе такой тихой спокойной то тогда конечно лучше в россии вот кому что нравится дальше по поводу детей дошкольного возраста я считаю дошкольного и младшего школьного возраста я считаю все таки учиться лучше в россии потому что здесь больше возможностей больше знаний дают во-первых во вторых очень много репетиторства и всяких кружков и дополнительных занятий по всяким разным предметам плюс еще там английские языки танцы спорт и так далее то есть здесь для развития детей лучше в россии то сто процентов по поводу учебы потом вузах по-моему тоже как бы лучше в россии мне кажется лучше в россии потому что мы все наслышаны да и про сорбон и про все эти сатанинские места жилье купить намного проще в россии чем во франции во франции вам нужно проработать такое-то количество лет на одном и том же месте доказывать 150 раз чтобы получить кредит и так далее вот с кредитами в россии вообще проблем нет то есть вам дадут его на каждом шагу потом правда очень сложно расплачиваться да я бы я такие игры не играю в кредиты все эти вот поэтому если для кого-то это рай кредиты то добро пожаловать здесь этого полно навалом вам просто даже если вы не захотите дадут его вода лучше во франции потому что там можно пить ее из-под крана ну по крайней мере в нашем регионе очень хорошая вода воздух тоже во франции то есть экология лучше все во франции пока не знаю что дальше будет но пока лучше экологии во франции это чувствуется прям каждый день у меня не было здесь ни одного дня чтобы у меня не было такого щипания в глазах будто бы я крашусь какой-то некачественной косметикой вот это заплывшие такие глаза просто и ни одного дня не было чтобы я не ощущала какой-то неприятный привкус во рту как будто выходишь на улицу ты подышишь и у тебя остается какой-то осадок во рту и в носу вот это вот да это вот этот смог и я не знаю что там или сверху что-то сыплется волшебный порошочек на нас вот такого ощущения во франции у меня не было плюс еще так как здесь маленькая площадь и получается не движешься и вот это вот все застой какие-то из-за того что плохая вода в основном у тебя просто застой получается в теле во всем и от этого ну как бы ну все портится и волосы страдают то что когда ты пьешь много то есть от циркулирует кровь до до доставка вот этих полезных вещей как во всем организме как бы получается то есть у тебя сосуды работают нормально все циркулирует получается немножко по-другому функционирует организм и это не очень приятно плюс еще вот минус вернее это вот это отопление это просто жесть я еще представляю что сейчас его не очень включили сильно а как только у нас начнут совсем холода вот у нас обещают со вторника буквально у нас обещают гололед там чуть ли не снег нужно такое прямо очень сильно морозная и я думаю что даже наши вот эти котельные они повысят как будто это отопление не дай бог я вообще не все как я буду я так с плюс с открытым окном а так и вообще не знаю что будет вот это тоже жесть такая а там я просто там конечно мерзнешь европе вот многими сейчас скажут кто живет в некоторых странах таких как испания где практически не топят зимой но там очень противно зимой что типа они завидуют потому что я сижу сейчас теплой квартире что у нас здесь так вот все тепленько но не знаю мне кажется ты играет наоборот какую-то обратное действие делает для организма потому что ты нагреваешься в доме вот в этой сухости в жаре вот в это я потом ты выходишь на холод на улицу замерзаешь ноги замерзают заболеваешь ну ты тут все а когда ты находишься постоянно в каком-то таком как бы плюс 17 18 как у меня в доме например зимой там иногда даже плюс 15 бывает то есть ты оденешь на себя дополнительный свитер допустим или что-то но у тебя такая вот небольшая разница омиду звонят ну и в самом конце вот если меня спросили бы сейчас вот я на у тебя есть выбор вот у тебя допустим есть у тебя жилье уже тут россии да и там тоже как чтобы ты выбрала где бы ты выбрала жить все-таки где ты выбрала остановиться и жить а в другую страну допустим ездить в гости я все-таки скажу что я выбрала во францию лучше как-то сердце у меня больше лежит уж не обижайтесь соотечественники наверное из-за того что я очень долго там прожила и единица там родила и в общем много всего всякого было ну не знаю как там не ближе то сторона суда приятно приезжать в гости и я очень надеюсь что я не встану перед выбором из-за известной процедуры что меня не поставят нехорошую позу и в нехороший выбор так скажем